Юрий Витальевич готов начать урок. В его руках маркер и стикеры все, чтобы вы лучше запомнили историю. Он специально допустил одну неточность в датах, чтобы проверить вас. Будьте внимательны и пишите в комментариях, какую именно ошибку допустил наш любимый учитель истории. Здравствуйте, меня зовут Факанов Юрий Витальевич. Меня чаще зовут, но иногда прихожу сам. Сам я прихожу на работу в образовательный центр перспективы. Главная цель моего этого ролика, с которым я хочу с вами поделиться, главная мысль, это способ запоминания, связанный с уделением внимания циклу истории, хронологии всего исторического процесса, возможности нарисовать ленту времени. Ленту времени мы будем хулиганским образом изготавливать на парте, чего не рекомендую вам делать вот там, где вы учитесь. Системное знание истории, это знание ее в последовательности. Когда вы о себе рассказываете, ведь вы рассказываете как, я родился там-то, там-то, я ходил в детский сад, такой-то, такой-то, у меня были такие-то там друзья, а может быть их и не было у вас. Если физматия учитесь, то скорее всего не было, но суть не в этом. Суть в том, что вы этапно рассказываете о себе и историю нашего с вами прекрасного государства тоже следует знать этапно. И эти этапы сейчас я вам назову. Смотрите, делаем так. Началом истории русского государства является 882 год. Что это? Слышу правильно. Это образование древнерусского государства с центром в Киеве. Поэтому первый этап нашего государства называется Киевская Русь. У нас две темы есть, которые выпадают за пределы Киевской Руси, которые у нас потом выходят на экзамен. Это один у нас хвостик пошел и второй хвостик. Это расстеление славян и нормандская теория. Киевская Русь была первым этапом. Киевская Русь высшие точки своей достигла в годы правления Ярослава Мудрого с 1019-1054 год. Дальше. Киевскую Русь здесь можно как ограничить? Во-первых, Киевская Русь продолжается с переносом столицы в город Владимир. Как вы помните, этот перенос осуществил из Киева во Владимир князь Андрей Боголюбский. Я предлагаю всегда своим ребятам, ученикам, рассматривать Киевский этап, включая Владимирское правление. И тогда Киевская Русь будет первым этапом. Но не забываем, что внутри этого этапа мы помещаем также все те события, которые соотносятся с великим Владимирским княжеством, которое по сути становится все тем же государством, только меняет столицу, а потом и свое название. Следующим же этапом нашего государства является сначала возвышение, а потом и формирование централизованного московского государства. Московская Русь. Мы у этого этапа понимаем, что сначала, когда Москва возвышается, это все еще продолжение Киевской Владимирской Руси, потому как московские правители борются за ярлык на Великое Владимирское княжение. А вот, например, Дмитрий Донской в 1389 году, оставляя Москву, оставляя этот мир прекрасный, по завещанию передает Владимир своему сыну. А это значит, что московские правители уже Владимиру, как столице, высокой роли не отводят. Московская Русь – второй этап нашего государства. Но мы зато знаем с вами, когда московское государство, Московская Русь превращается, переходит в следующий этап. Ну, это, конечно же, 1721 год. Победа Петра в Семилетней войне и предоставление ему титула императора. Вот у нас и следующий этап. Следующий этап – это Российская империя. Российская империя и, соответственно, та смысловая нагрузка, которая мы помещаем датами, событиями для нее. Империя закончится у нас в 1917 году. Когда с начала 2 марта произойдет отречение Николая II, а потом 1 сентября завершится существование империи. Временное правительство подпишет декрет об упразднении империи и объявлении республики. Это произойдет в 1917 году. Потом гражданская война, короткий период времени. И вот мы можем фиксировать, что у нас наступает чуть продлить нашу линию. Не хватило. Это все-таки истории России. Тысяча лет и более. Так вот, следующий этап после гражданской войны в 1922 году – это идет в декабре месяце образования СССР. И СССР продолжится в своем существовании до 1991 года. Это этап Союза Советских Социалистических Республик. И вот в декабре 1991 года началась пятая эпоха нашего с вами, привет, Элайджи Вуда, Средиземья. Это этап Российской Федерации. Мы сегодня с вами находимся на пятом этапе нашей истории. Если мы опять-таки берем наши прекрасные стикеры и понимаем, что зелененький – это всегда Киевская Русь, оранжевый – это всегда Московское государство, вот такой вот розовый – это Российская империя, ну а желтенький, например, будет соответствовать СССР, то тогда мы привяжем еще и наши даты, которые мы записали и которые мы пытаемся отучить, мы привяжем их к цветовой линии. Если даже вы не запомните, когда у нас, например, приходит в власти, как самостоятельный правитель Иван Грозный, это произошло в 1547 году, в 1547 году, это этап Московской Руси, то хотя бы вы будете помнить цвет, и это вам поможет сориентироваться по дате, по заданию. Поэтому, ребята, в основе умения запомнить лежит система, система знаний, которую мы с вами можем оценить лучше всего и представить лучше всего. Именно в хронологии истории – это время, хронос по-гречески, время, запоминаем время, наслаждаемся временем, не упускаем время, и приходим в перспективу записываться на занятия по истории и обществу знаний. Со мной, конечно же. Удачи!